Девушки отдыхают Кларксон также предположил, что через пять лет Меган Маркл будет позировать фотографом одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты Плейбоя в Средиземном море. Ранее развод пара предсказала сестра Маркл Саманта. Она уверена, что это произойдет, если супруги в ближайшее время не получат серьезную психологическую консультацию и не отправятся тур по Великобритании с извинениями за ущерб, причиненный королевской семье. Продолжение следует... Жительница индийского штата Пинджаб Валвендеркаур обратилась в суд с необычным обвинением против британской королевской семьи. Она указала в своем прошении, что принц Гарри, с которым она переписывалась по электронной почте и в соцсетях, сделал ей предложение, а потом пропал. По словам судьи Арвинда Синха Сангвана, некто, выдававший себя за принца Гарри, мог посылать письма женщине из интернет-кафе, расположенного в деревне на севере штата Пинджаб. Судья отклонил прошение истицы объявить герцога Сасикского в розыск в Великобритании, чтобы доставить в Индию для совершения бракосочетания. Сама Каур никогда не бывала на родине принца и общались с ним исключительно по переписке. По словам судьи, представленное ходатайство было составлено неверно, содержало грамматические ошибки, хотя по профессии Палвендеркаур является юристом и предстала в суде лично, настояв на очном слушании. Кроме того, женщина не подкрепила иск никакими официальными бумагами, свидетельствующими о намерении заключить брак. А те скриншоты переписок, где принц Гарри обещал жениться на ней как можно скорее, также, вероятно, были поделаны и содержали пробелы, некоторые сообщения на них были стерты. Женщина, по ее словам, даже писала принцу Чарльзу, отцу Гарри, что они помолвлены, но принц не торопится с заключением брака. При этом истицу не смутило, что принц Гарри с 2018 года уже состоит в оформленных отношениях с Меган Маркл. Суд в постановлении назвал Иск Палвендеркаур мечтами о принце и отметил, что в социальных сетях часто можно нарваться на фальшивые профили, так что суд не может полагаться на подлинность переписок, происходящих в таких обстоятельствах. Любовь слепа, и в данном случае это привело к таким последствиям, прокомментировал Амангурбир Сингдилан, адвокат Верховного суда Пинджаба и Харьяна в интервью The Independent. Женщина была настолько слепой в своей любви, что высшему суду пришлось пролить свет на это дело и разъяснить ей некоторые вещи. По мнению адвоката, судья Сангван благородно проявил сочувствие к наивной молодой женщине, удовлетворив ее просьбу провести слушание в суде, и это прекрасный пример судейства. Менее громкие истории с участием аферистов, которые выдают себя за потенциальных женихов, с целью выманивать у наивных жертв деньги, происходят в Индии довольно часто. Согласно расследованию, проведенному полицией Мумбаи в прошлом году, в Индии зарегистрировано больше 50 компаний, предоставляющих около 5000 поддельных профилей для 170 учетных записей. Пользователи отреагировали на эту комичную историю мемами и стали писать в соцсетях, что тоже готовы подать иск против знаменитостей, на которых хотели бы жениться. Я также попрошу принять меры против Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Кристин Стюарт, Эммы Робертс и Эммы Уотсон за невыполнение предполагаемого обещания выйти за меня замуж в Диснейленде, написал в шутку один из них. Принц Гарри уже получал предложение выйти за него замуж от шестилетней поклонницы из Манчестера в 2016 году, когда принимал участие в матче по регби в Стокпорте с благотворительными целями. После матча он встретился с местными детьми, и девочка по имени Лотти призналась ему, что мечтает стать его невестой. Принц Гарри ответил ей, что слишком большая разница в возрасте не позволит сделать этого. А в 2015 году фанатки из Австралии пришли на встречу с принцем перед Сиднейской опересплакатом «Женись на мне, это твой последний шанс». Одной из них Виктории Макрей даже удалось поцеловать принца в губы, а насчет женитьбы Гарри ответил, что подумал. Королева Великобритании Елизавета II отнеслась с пониманием к тому, что герцогиня Сасикская Меган Маркл сможет приехать на похороны принца Филиппа. Об этом сообщает издание People со ссылкой на калифорнийский источник, близкий к Маркл. Герцогиня Сасикская ожидает второго ребенка, и ее врач посоветовал ей не путешествовать на шестом месяце беременности и остаться в Калифорнии. И ее муж, принц Гарри, приехал в Великобританию еще 11 апреля. Источник утверждает, что Маркл выразила свои соболезнования королеве, которая отнеслась с пониманием к невозможности герцогини приехать на похороны. Полет через Атлантику и обратно может быть опасен для здоровья герцогини. Было очевидно, что Гарри вернется в Англию после смерти своего деда, передает источник. Он добавил, что Меган и Гарри поддерживали контакт с королевой после смерти ее мужа. Ранее сообщалось, что Меган Маркл пропустит похороны, чтобы не оказаться в центре внимания. Друзья Меган Маркл утверждали, что решение остаться в Калифорнии далось ей непросто, так как герцогиня была в очень хороших отношениях с принцем Филиппом. Церемония похорон принца Филиппа состоится 17 апреля в Часовне Святого Георгия при Королевском Виндзорском замке под Лондоном. Похороны начнутся в 17 часов ровно по московскому времени и будут транслироваться по британскому телевидению. Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетия. Дочь Елизаветы II принцесса Анна, по некоторым данным, высказывалась против Меган Маркл еще до ее свадьбы с принцем Гарри. Напомним, что Меган и Гарри в начале марта дали большое интервью о преуинфре. Во время беседы Маркл обвинила Букингемский дворец в расизме. Она не стала говорить, кого именно из членов королевской семьи уличила, так что заинтригованная общественность стала гадать, кого именно могли возмущать происхождение Меган Маркл и цвет кожи ее сына. После выхода скандального интервью королева Елизавета II поручила провести расследование по поводу инцидента, а принц Уильям открыто заявил, что в их семье нет места расизму. Некоторые же начали предполагать, что той самой расисткой могла оказаться единственная дочь королевы принцесса Анна, которая якобы всегда недолюбливала Меган и была против ее брака с Гарри. Дочь принцессы Анны Зара Тиндал буквально на днях родила третьего малыша. Она была возмущена заявлениями Маркл и ее намеками на то, что Анна высказывалась против бывшей актрисы. Зара резко попросила Меган оставить ее мать в покое. Сама Тиндал также явно не в восторге от жены принца Гарри. Наладить отношения у них не получилось. Впрочем, члены королевской семьи вряд ли скоро увидят Меган Маркл, так как уже известно, что она отказалась приехать даже на похороны принца Филиппа, сославшись на большой срок беременности. Через два дня после смерти своего деда принца Филиппа, 36-летний принц Гарри прилетел на родину из США. В поездку герцог Сасикский отправился один, его 39-летняя супруга Меган Маркл и их годовалый сын Арчи остались в Калифорнии. Герцогиня сейчас находится в положении, и врачи ей советуют лишний раз не рисковать, тем более, что летом она пережила выкидыш. Как сообщил инсайдер изданию о Свикли, по жене и сыну Гарри очень скучает и постоянно созванивается с ними по видеосвязи. Он уже очень скучает по Меган и Арчи, и каждый день созванивается с ними по фейстайм, чтобы проверить, как они там. Он действительно разговаривает с Меган несколько раз в день, потому что очень беспокоится, что оставил ее одну на таком большом сроке. Сказал он, в Великобритании Гарри пробудет как минимум до субботы, когда состоятся похороны его деда. В своем заявлении в связи со смертью принца Филиппа, герцог Сасикский отметил, что он и его семья всегда будут помнить герцога Эдинбургского. «Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце, а также в сердце твоей будущей правнучки, особое место», сказал Гарри. Ранее другой источник сообщал, что герцог Сасикский чувствовал себя виноватым из-за того, что не смог вернуться домой раньше, чтобы попрощаться с дедушкой, с которым у него были близкие отношения.